Приветствую вас. Я думаю, что ваш вопрос в целом, это вопрос какой-то внутренней неуверенности может быть в себе. Ваш вопрос, это вопрос каких-то, может быть, конфликтов, сомнений, каких-то противоречий, о чем и сказал мой коллега. Да. Ну, давайте обо всем в порядку, да, я сейчас прочитаю ваш текст, дам комментарии. Вот, в конце надеюсь пояснить ответ своего коллеги Кудрячева Игоря Леонидовича, потому что вам никого не до понимания. Итак, вы пишите, я познакомился в интернете с мужчиной. Здесь сразу хочется сказать, что вот просто так, да, не знакомиться. С людьми в интернете. Ну, с мужчинами, да, с партнерами в интернете. Просто так не знакомиться. То есть, если такое знакомство произошло, значит, здесь есть причины. То есть, вы по какой-то причине этого знакомства, видимо, искали, ищете. Вот. И соответственно, у вас есть, я полагаю, на это основание. То есть, люди приходят в интернет, как правило, тогда, когда у них что-то не получается в реальной жизни. Потому что в норме отношения выстраиваются в процессе производственной деятельности, в процессе занятия какой-либо деятельностью. Вот. Я понимаю, что сейчас, может быть, говорю вам не очень приятные вещи, но тем не менее. Тем не менее. Так что здесь нужно для начала выяснить, да, что привело вас в интернет. Обратите внимание на то, как стремительно развиваются у вас отношения. Месяц в месяц прообщались, каждый день созванивались, разговаривали по видео, решили провести отпуск. Сколько времени вы вместе провели, вы, кстати говоря, не пишите, но говорите, что все было хорошо, а быть секс, все запал. То есть, для вас нормально, после месяца знакомства с мужчиной виртуального, вступить в интимную связь. Ну, это может быть и нормально, если целью стоит именно интимная связь, если целью стоит именно секс. Но, если цель все-таки серьезные отношения, то здесь, на самом деле, сексом вы поспешили. Вот. При всем, соответственно, моем уважении к вам. А именно с сексом вы поспешили. Вот, ни одной ссоры, ни единого спора, голоса друг друг на друга не повысили ни разу, ну так, а было бы странно, если бы это происходило. Вы так не считаете? Вот. После отдыха поехали к нему домой в его город, я из другой страны, я у него жила пять дней. Это уже не просто беззаботный отдых, а такой себе мини-быль. Готовка, стирка, он работал, я тоже из дома немного. Вечером хотели гулять в гости. Ну, такое впечатление, что эйфория. Вот то, что вам сказал мой коллега Александр, скваживший код, это вот негации из этой серии. То есть, эйфория, насладение друг другом и так далее. То есть, тут как бы доверять этому, ну, никто. Значит, он меня не скрывает ни от кого, говорит, что ни с кем ему так хорошо не было. Возможно, но это опять же, это эйфория. Что за эти семнадцать дней подсамерно проведенных, я ему уже как родной человек стал. Сейчас, понимаете, вот сейчас он видит только ваше достоинство. Сейчас он видит только ваши плюсы. Но плюсы, они имеют свойство надоедать. Как и все, в принципе, в этом мире. Эээ, все в этом мире имеет свойство надоедать. Эээ, человеку. Вот. Понимаете? Какая история. И, я бы сказал, я бы сказал, что, дайте время. Дайте время, эээ, и себе, и ему. Эээ, дайте время и себе, и ему, для того, чтобы попривиснуть друг к другу. Посмотреть друг на друга. Более, так сказать, внимательным взглядом. Более реалистичным взглядом. Вот. Вы пишите, у нас обоих сложилось ощущение, что вы уже вместе пять лет. Но это связано с тем, что вы, соответственно, друг другу очень подходите. Может быть это так, может быть нет. Но риск того, что вы друг другу не подходите, риск того, что у вас может иметь место быть какая-то несовместимость, есть. И это вполне реально, к сожалению. Эээ, дальше, значит. Так. Эээ, сегодня я вернулась домой, и мы договорились о том, что через месяца полтора снова обязательно встретимся, а потом уже будем смотреть дальше. Это его слова. Ааа, что думаете вы, какие ваши слова? В июле ему нужно много работать, решать дела, у меня тоже работа и учёба. Я чувствую личность от него и от себя тоже. Ну, это хорошо. Главное, чтобы это не вредило вам. Подскажите, есть ли будущее этих отношений на расстоянии? Будущее, конечно, есть. Будущее есть, если будут регулярные встречи. Ааа, сколько они могут продолжаться в режиме встречи раз в два месяца? Сколько угодно, на самом деле, создается от ваших внутренних ощущений. Я, например, думаю, что, если вы будете встречаться раз в два месяца, то это не так всё плохо, на самом деле. Ну, три, четыре, четыре, может быть, пять раз, а потом ещё нужно будет встречаться раз. Кстати, за пять встреч таких вы, в принципе, друг друга уже сможете изучить. Если за это время ссор не будет, то тогда уже, скорее всего, точно, действительно, вы друг друг другу подходите. Эээ, меня настраивает только один вариант. После нашей второй встречи я переезжаю к нему на пару месяцев, но больше я не могу из-за документов. Эээ, ну, опять же, да. Торопитесь события. Торопитесь события. То есть, я понимаю ваше желание быть вместе, но отношения развиваются, и развитие не нужно ни ускорять, ни искусственно замедлять. И замедление, и ускорение развития отношений ведёт к их разрушению. Понимаете? Ээ, два раза в месяц встречи, в принципе, в принципе, это, конечно, мало, но это не замедляет развитие отношений до определённого этапа. Вот. В принципе. Это позволит вам увидеть, как каждый из вас справляется, в том числе и с разлуком, то есть, насколько он заинтересован в партнёре, и как ведёт себя при встрече. То есть, вполне возможно, что мужчины или вы, там, начнёте друг друга контролировать за эти встречи. Что-то. Кхм. Ээ, требовать что-то друг от друга. К примеру. Ну вот. Ещё что-то, может быть. Понимаете? То есть, здесь, как бы, история такая. Понимаете? И я просто заботюсь о том сейчас, чтобы ваши отношения именно выстрелили, чтобы вы не испортили их в какой-то вот, эээ, ну, поспешности. Детской поспешности. Было бы обидно. Тем более, если человек, всё-таки вам действительно подходит, как минимум, да? Дальше. Потом я бы хотел выйти за него замуж. А вот это уже интересно. Вот это уже интересно. А, то есть, вы, человека, человека, эээ, как-то кому вам? Ещё не знаете. По сути, вот только 17 дней вы были вместе, просто вы общались, эээ, до этого это не всё. 15 дней. Можете 15 дней узнать человека, чтобы хотеть выйти за него замуж? Я считаю, нет. Я считаю, нет. Даже если у вас любовь с первого взгляда, даже если вы идеально друг другу подходите, я считаю, что нельзя. Как психолог, исходя из моего опыта, нельзя. Даже если ваши элементы личности западают полностью, всё равно нельзя. Потому что индивидуальности, всё-таки вы индивидуальности, всё-таки вы разные, и нужно время, чтобы претереться. Слишком большие ожидания потом могут перерасти в такого же роли конфликтах. Вот. Поэтому, вот значит. Вопрос отличается в том, почему вы хотите выйти за него замуж? Для чего? Ты заметьте, вы не хотите быть с ним. Вы не хотите делать его счастливым, пишите вы. Вы хотите именно замуж. Вы можете сказать, я хочу выйти за него замуж, чтобы всё равно быть с ним. Да, возможно. Возможно замужницу, это выход. Это выход из ситуации, когда вы будете вынуждены, там, скажем, из-за документов каждый раз возвращаться в свою страну. Да. Но это очень рискованная история. Вы будете зависимы от него. Это не опасные отношения. Такого рода. Поэтому здесь нужно друг друга всё же узнать. И узнать как можно лучше. Понимаете, не спешить. Вот что важно. Не спешить. Не надо спешить. Никуда. Понимаете? Вот. Дальше. Ээээ. Так. Мотаться, терзаться. Вот так я не согласна. Опять же терзаться. Да? А в чём терзаться? В чём терзаться? Ну, любовь, возможно, на расстоянии. Если это именно любовь. Если это не потребность. В чё... В... В человеке. Любовь возможна на расстоянии, или вы считаете, что нет? Дальше, если он не предложит что-то больше в течение лета, то не так сильно ему нравится. Это скорее и скорее ваша неуверенность в себя. К сожалению. То есть, вот вы торопитесь сами и считаете, что мужчина тоже должен спешить. К сожалению, это не так, потому что мужчина не должен спешить. То есть, он может не предложить что-то большее, потому что его чувства, его эмоции, они немного улягутся, они включатся разум, он начнет анализировать и, возможно, захочет притормозить. Так что это нормальная история. Это нормальная история и... Мне кажется, что здесь опять же скрываются ваши внутренние предотвращения, по которым, возможно, вы и пришли на сайт знакомств. На самом деле. Ну, тут, правда, уже, конечно, нужно решать и выяснять, да, какая ниточка проблем станет за вами. Вот. Вы пишите мужчинам, нужно много времени, чтобы подумать. И, знаете, меня, честно, очень настораживает такой вопрос, потому что мужчины здесь воспринимаются как некий такой вид. Я не являюсь сторонником гендерного восприятия людей, да, гендерной психологии, хотя гендерная психология, безусловно, существует, но не в таком контексте. То есть я против любого превалирования гендерного, так сказать, взгляда на отношения. Здесь вы именно искусственно увеличиваете гендерное значение. Не зависит от того, мужчина это или нет. Это зависит от степени зрелости человека. Если человек зрелый, то он сделает что-то только в том случае, если он в этом на 100% уверен. То есть если мужчина будет уверен на 100% в том, что он хочет предложить что-то большее, он это сделает. В то условии, если это серьезный человек, если он не уверен, он не сделает. И как бы вам нужно его выбор принять. Если его выбор принять вы не готовы, то вы не готовы принять его самого, а если вы не готовы его самого принимать, возможно, в таком случае речь идет о том, что вы его все же не любите, к примеру. Правда, о любви никто ничего не говорит, о замужестве говорится, а о любви нет. Что-то странно. Вы пишите, мне не хотелось бы его терять. Я бы не сказал, что в этом контексте вы правильно думаете. То есть вы неправильно думаете вот по поводу гендерного взгляда и по поводу того, что вы не хотите человека терять, только потому что вам на 100% подходит. А человек это неудобная вещь. Понимаете? Человек это человек. И если вы хотите быть с ним, то вам нужно хотеть, вам нужно хотеть его делать счастливым. Его делать счастливым. А не желать иметь с какой-то целью. Понимаете? Вот. Дальше. Значит, эм... Так. Расчеток действительно вопрос. Правильно ли я себя решила? Как очистить обстоятельство развода? Нет, не совсем. Потому что благосамущество не может быть самоцелью. В целом, мне видится то, что вы нуждаетесь в человеке. Что я как психолог рассматриваю скорее негативно, чем позитивно. Вот. Теперь. Я... Немножечко прокомментирую ответ коллеги, чтобы вам было понятно. Да? Потому что, ну, не знаю, прокомментирует коллега свой ответ или нет. Значит, эзотерика здесь в том, что вы спрашиваете... Так, сейчас, секундочку, найду ваш вопрос. Вот. Есть ли будущее отношение на расстоянии? Это эзотерика. Это предсказание. Это гадать. Психологи не гадают. Никакой статистики по поводу того, удерживают отношения на расстоянии или нет. Нет. Потому что все зависит от людей. Поэтому, соответственно, нужно аномизировать именно ваши отношения. Нужно изучать ваши психологические портреты для того, чтобы ответить вам на этот вопрос. Это имел в виду мой коллега Кудрышёв Игорь Леонидович, когда... Сказал вам, что вам нужно принести свой вопрос в раздел эзотерика. Дальше. Значит. Так. Ну, в принципе, все. Вот. Опять же. Вопрос. Правильно ли вы думаете? Да. Это какой-то очень детский вопрос. Вы либо думаете так, либо нет. Если это то, как вы думаете, то вы что, серьезно прислушаетесь ко мнению, например, нашему? Тогда получается, что вы не уверены в себе. Знаете? То есть мы, как психологи, не можем говорить вам, правильно ли вы думаете или нет. Ваш вопрос просто больше связан именно с гадами. Именно с какой-то, вы знаете, такой статистичной стороной вопросом. Да? То есть. А есть ли будущее? Ну, откуда мы можем? Откуда мы можем? Насколько могут заложаться в режиме встреч раз-два метра? Откуда мы можем знать? Это зависит от людей, да? Вот. Вы пишите, не так ли сильно вы им знаете? Но это его чувства. Мы не можем знать о его чувствах. От чувствовав вашего мужчину к вам. Чувства его никак не даются от того, что он делает. То есть его действия никак не характеризуют чувства. Да, они могут случить выражение чувств, но далеко не всегда. Поэтому здесь, как бы, тоже элемент гадания присутствует. Ну и по поводу того, что мужчинам... Нужно ли мужчинам много внимания, много времени, чтобы подумать, да? Об этом я тоже сказал. Вот именно поэтому коллега и указал вам, что ваш вопрос относится к... ...к...к...к...к... ...изоторическим. Вот. Я полагаю, связанным с тем, что вы не совсем понимаете, чем занимаются психологи. Вот. Но, тем не менее. Тем не менее. Я менее категоричен, чем мой коллега, поэтому я надеюсь, мои пояснения вам помогут. На этом всё. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Расконик Т. Продолжение следует...